МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Идеального момента не бывает. Заметили? Многие из нас живут в постоянном ожидании. То тепла ждем, то Нового года, то, когда похудеем, то, когда начнем, наконец, высыпаться. И в этом постоянном ожидании мы совершенно забываем о главном. Жить и радоваться здесь и сейчас. Надо срочно это исправлять. Эта программа «Встретимся у звездочета» о том, чем живет Могилев и какие планы строит, расскажем в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открытие республиканского трудового семестра состоялось на Могилевском мемориальном комплексе «Буйническое поле». На церемонию старта приехали полтысячи представителей студотрядовского движения со всей Белоруссии. Ленты с белыми цветами, часть дресс-кода, гостей мероприятия. Тут на Буйническом поле первые шаги к каплице, почтить память защитников Могилева. Важность этого момента целиком понятна молодому поколению, ведь сохранять память о героях Великой Отечественной войны – главная традиция белорусских студенческих отрядов. Не случайно и местом старта третьего трудового семестра выбран мемориал «Буйническое поле». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я хочу поблагодарить администрацию президента и республиканский штаб, который принял решение открыть третий семестр студенческого отряда в городе Могилеве именно в год исторической памяти, на самом героическом историческом месте в городе Могилеве. Во время торжественной церемонии отряды получили путевки для работы на областных и республиканских стройках. Студенты будут работать на белорусской атомной электростанции, производственных отрядах на предприятиях «Атлант», «МТЗ» и «МАЗ». На новый уровень вышли наши соглашения совместно с Белорусской железной дорогой. Наших ребят ждут как монтеры путей, так и непосредственно проводники. Конечно, этот год еще ознаменован тем, что у нас очень хорошая международная деятельность. Наши ребята впервые на конкурсной основе прошли отбор на международную студенческую стройку Кузбасс в Кемеровской области. Также будут принимать участие в различных всероссийских студенческих стройках. Это и Якутия, это и Ямало-Ненецкий автономный округ. Более того, порядка 300 молодых ребят в составе педагогических и сервисных отрядов ждет Всероссийский детский оздоровительный центр «Орленок», «Морская волна», непосредственно Краснодарский край. Ребятам предстоит почетная работа и на социально значимых объектах нашей страны, таких как мемориальный комплекс «Хатынь». В этом году студенты будут работать над его реконструкцией и строительством музея. Важнейшее событие – подписание президентом нашей страны Александром Григорьевичем Лукашенко указа об объявлении строительства музея и реконструкции государственного мемориального комплекса «Хатыньси» – белорусской молодежной стройкой. Это, наверное, тот импульс, который необходим в год исторической памяти. После церемонии руководитель администрации президента Республики Беларусь пообщался со студентами. Вы в прошлом году работали на этом предприятии? На Аплантин, на Аплантин, да. Сколько заработали? Честно, мы знаем. 800 плюс за два месяца. За месяц. Мы пообщались с молодежью. Ребята настроены на интересную работу. Работу в сельскохозяйственном, промышленном производстве, медицинских, педагогических отрядов. Но самая главная сфера, конечно, строительства. С каждым годом движение растет и качественно, и количественно. В этом году планируется 35 тысяч молодых ребят, юношей и девушек, будут трудиться в различных регионах страны. Заявки на работу в студотрядах уже подали больше 22 тысяч человек. Многие, как Маша Василевская, будут работать впервые. Наш медицинский отряд «Медик» становится уже лучшим пятый год на Республике. И наш командир Наташа Василевич в этом году предложила нам поработать в детско-областной клинической больнице. И я знаю, что студенту-медику очень важен опыт, новое знакомство. И, ну, как для любых студентов, неплохой заработок. Поэтому... Какой заработок обещают? 800 рублей. Открытие трудового семестра студенты отметили, как полагается, трудовой разминкой. В Могилевском зоосаде они обустроили песочницы и лавочки для отдыха. Настя Кобрина уже выпускница, комиссар движения. Подработка в студотрязе помогла ей заключить рабочий контракт. Я трудилась на трудовом проекте «Атлант». И мне эта работа позволила мне в дальнейшем найти работу, отработку после университета. И в дальнейшем я буду уже отрабатывать на самом заводе по профессии инженер-технолог. Работа позволяет найти не только себе друзей, коллектив и какие-то знакомства общие, но и обеспечить дальше трудоустройство, твою дальнейшую карьеру. Могилевский звездочет доволен. В этот день у нас зажглась еще одна звезда – цифровая. На Буйнинском поле открыли стилизованную табличку с QR-кодом, по которому можно найти информацию об объектах мемориального комплекса. Это 15-я в Республике Беларусь из таких крупных комплексов, 15-я табличка QR-код. Сам проект «Цифровая звезда» в 2018 году был предложен молодежью из Молодежного парламента, Парламентского собрания Союзного государства Беларуси и России. На сегодняшний день они оцифровали более полутора тысяч памятников на территории Республики Беларусь и Российской Федерации. В Могилевской области активистов-судотрядов уже ждут больше двух с половиной тысяч вакансий от организаций и предприятий, в том числе и новые – от Белорусской железной дороги, Белпочты и автобусного парка. Ребята уже приступили к работе на главной областной молодежной стройке нового инфекционного корпуса Могилевской больницы номер один. С приходом весны коммунальные службы Могилева, засучив рукава, взялись за ремонты дорог и улиц. Под особым вниманием в нашем городе состояние путепроводов. К ремонту путепровода на улице Челюскинцев приступили буквально на прошлой неделе. Этап подготовительных работ позади, работа кипит. Могилев уже оценил обновленный путепровод осенью прошлого года. А теперь на улице Челюскинцев вновь перекрыли движение. Капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути стартовал 10 мая. Так Горесполком принял решение перекрыть движение транспортных средств. Вместо просторных четырех полос теперь здесь работают две в попутном и встречном направлении. Начали работу со снятия старого покрытия и усиления колонн. Все несущие конструкции усиляются. Балки пролетного строения полностью меняются. Новые будут. Меняется асфальтовое покрытие, пешеходные дорожки, благоустройство территории. Долго привыкать к обновленному путепроводу не придется. Архитектура останется прежней. Хотя изменения все же будут. Планируют увеличить пешеходную часть и заменить источники освещения. И все это в сжатые сроки. Работа будет производиться в две смены. Планируется чуть позже работа в ночную смену, чтобы ускорить сдачу моста. Движение планируется открыть к первому сентября. А значит, скоро путепровод на улице Челюскинцев порадует водителей и пешеходов. Возможно, в следующем году могилевчане увидят обновленный путепровод на проспекте Димитрова или Шмидта. Международный день семьи отмечали могилевчане в минувшее воскресенье. Особенно ждали этот праздник многодетные семьи. Мамы, папы и их малыши получили приглашение на спортивно-развлекательный праздник «Веселые старты». У Валентины Филипповой семеро детей. На праздник мама пришла с самыми маленькими. Три сестрички и два братика. И вы все вместе пришли на праздник? Да. А любите участвовать в спортивных мероприятиях с мамой дома? Часто бегаете? Да. Самое быстрое, смелое, ловкое – именно так старалась показать себя каждая семья. Получилось у всех, даже у тех, кто этот праздник провел впервые в такой компании. Вы первый раз вообще пришли. Четверо сыновей у меня. Все занимаются спортом. Кто чем, кто футболом, кто на батут ходит. Ну, большинство футболистов. У нас очень большая семья. Я сегодня со средней дочкой. Старшая дочь, я уже бабушка дважды. Две внучечки у меня недавно поверила, вторая внучечка. Нас шестеро. Ждем пополнения седьмого. Здорово отдыхать так вот, когда нас приглашают. Сегодня мы проводим Спортландию. Она будет состоять из восьми видов. Беговая эстафета будут, всякие забавные конкурсы. Я надеюсь, что все очень весело проведут время сегодня. Инициатором праздника стал Центр социального обслуживания населения Октябрьского района Могилева. По мнению организаторов, выходные, проведенные вместе, сполочают семьи и помогают отвлечься от бытовых хлопот. Было интересно, замечательно. Мы очень довольны, что мы пришли. Мы любим активно отдыхать на даче, на рыбалке ездим, на отдыхе. Очень большая семья активная. В Октябрьском районе Могилева проживают более тысячи многодетных семей, в которых воспитываются почти три с половиной тысячи детей. Хотела бы отметить, что по доброй традиции у нас проводятся мероприятия не только ко дню семьи. Мы являемся инициаторами, и не только мы, но и семьи, которые активно участвуют. И хотелось бы поблагодарить тех, кто выступает не только нашими спонсорами, но предоставляет нам замечательное помещение, где можно это все проводить. В этот раз праздник проходил на открытых теннисных кортах городского физкультурно-спортивного клуба. Мы всегда рады видеть ребят у нас в учреждении. Это смех, задор, улыбка, ну а также их родители. По итогам спортивных соревнований семьи получили хорошее настроение, активный отдых и, конечно, подарки. Понравились веселые эстафеты, конкурсы забавные. Очень все интересно было. Спасибо организаторам за этот прекрасный праздник. Хорошо провели время? Замечательно. Почаще бы так. Здорово. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Участники конкурса «Семья года-2022» с этим согласны. Все эти семьи многодетные. Говорят, им вместе скучно не бывает. Девиз нашей семьи – живем любовь свою храня. Мы сможем все. Ведь мы – семья. Волнение долой. Ведь участники уже победили в своих районах. Первый этап конкурса проходил заочно. Жюри отсмотрело порядка 90 видеовизиток и в итоге выбрало 6 семей. Они и выступили на областном этапе семейного челленджа. Журавлевы из Славгородского района, Лубковы из Глузского, Костенеч из Климовического, Дорошенко из Краснопольского района, Пахомовы из Бобруйска и семья Дубонос из Могилева. Мы, в принципе, постоянно в каких-то конкурсах. Мы просто из одного конкурса плавно перемещаемся в другой. У нас нет возможности особо задумываться, переживать о чем-то. Просто идем, идем постоянно и здесь стараемся участвовать. У нас семья, я бы сказала, гиперактивная. Мы не проводим время в скуке, не сидим сложив руки. Мы всегда и везде, и во всем. То есть, если это в городе какие-то мероприятия, мы в них обязательно участвуем. Непосредственно от начала и до конца. В подготовку к конкурсу каждая семья вложила свою энергию и любовь. Мы вечерами иногда репетировали в бане, чтобы дети не проснулись, не услышали, текст учили. Все многое было, много было моментов, много репетиций, но все это было не зря. К счастью, дети в восторге. Много репетировали и готовились. И у нас вечера уже проходили за репетициями этих конкурсов. Никто-то где-то в разных местах, а мы все вместе. Все помогло объединить нашу семью. На сцене семьи представили видео-визитки со своей родословной и предложили социально значимые проекты. Выбрать лучшего жюри было непросто. Потому что все те семьи, которые уже приняли участие в отборочных турах, они выдержали конкуренцию. Они показали свои семьи и уникальность своих семей, и талант своих семей с самой лучшей стороны. Очень важно привлечь внимание общества к семье как к самому важному социальному институту. Мы благодарны родителям, которые принимают участие в этом конкурсе. Потому что они воспитывают своих детей изначально уже в духе заботы друг о друге. В честствовании своих родителей, в уважении к своим близким и старшим. И когда дети вырастают, они становятся настоящими патриотами. У них активная гражданская позиция. Они славят своими добрыми делами не только свою семью и свой род, но и нашу страну. Этот конкурс проводится не впервые в нашей стране с 2012 года. Это традиция. И сегодня мы понимаем, что семья – это очень значимо для каждого человека. Те ценности, которые прививаются в семье, нормы поведения, раскрытие талантов, а самое важное – воспитание гражданина-патриота – это и есть основа каждой семьи. Ну и хочется сказать, что как и в нашей стране, так и в Могилевской области особое внимание уделяется многодетным семьям. Это не только государственное пособие, поддержка. Это и немаловажно семейный капитал. В нашей области порядка 12 тысяч многодетных семей имеют такие депоситы по программе. И порядка 5 тысяч уже использовали свое право. Поэтому сегодняшнее соревнование – это не просто мероприятие, это праздник для всех семей. И те, кто участвует и принимает участие в конкурсе, уже являются победителями. Потому что у каждого из них дружная, крепкая семья. По итогам конкурса «Семьей года Могилевщины» жюри назвала Журавлевых из Славгорода. Наша семья ничем не отличается от всех других семей. Но, может быть, мы немножко больше уделяем каждому ребенку. Ведь дойти до всех можно, уделив внимание только каждому. Дифференцированный подход, как говорится в педагогике. Я думаю, что у нас будет семья музыкантов, музыкантов, артистов и просто хороших членов общества. Я думаю, так. Победителей ждут новые испытания уже в республиканском этапе конкурса в Минске, который приурочат ко Дню Матери 14 октября. Вместе с тем ни одна семья-участница не осталась без дипломов и приятных подарков от партнеров конкурса. Кстати, свои презенты участникам вручила и телерадиокомпания «Могилев». Чудеса случаются, если очень в них верить. Маленькая Лиза теперь это знает наверняка. Осуществить настоящее чудо ей помогли волонтеры и сотни отзывчивых жителей Могилева. Историю Лизы программа «Встретимся у звездочета» рассказывала еще в ноябре. Тогда эта улыбчивая девочка очень хотела понравиться нашей съемочной группе. Рисовала, играла на домре и, смущаясь, спряталась за родителей, когда речь заходила о ее диагнозе. Синдром Тричера Коллинза выпадает на долю одного из 50 тысяч младенцев. Чтобы слышать, Лизе приходилось носить аппарат и только одну прическу, чтобы в школе прятать свои ушки под волосами. Тогда Лизе успели собрать 115 тысяч долларов. И в начале февраля в Калифорнии девочки сделали сложную операцию по имплантации слухового аппарата и реконструкции ушной раковины. После операции она стала намного увереннее и лучше стала слышать. Она лучше ориентируется в пространстве. На ушко ей очень вообще нравится сама по себе. Ушко получилось как настоящее. Оно, правда, тут после операции еще прошло два месяца. С каждым месяцем оно все будет больше и больше уравниваться кожа. Ну а главное, Лиза теперь хорошо слышит и в школе, и на улице. С этим слуховым аппаратом даже можно плавать в бассейне. Она просто сейчас стала слышать везде. То есть раньше, пока мы этот бандаж переодевали, и он шумел. А сейчас... Вот смотрите, сейчас у него просто... Лиза, держи. Мы надеваем эту шапку. Аппараты не шумят, но она слышит вообще замечательно. Нет обратной связи у аппаратов. Аппараты очень хорошие. Я хочу сказать спасибо всем, кто заделал мне ухо. А вот второе ушко семилетняя Лиза все еще прячет. Чтобы восстановить его, девочке нужна еще одна операция. Стоимость реконструкции 68 300 долларов. Пока удалось собрать всего 3% от суммы. Времени осталось немного. Операция назначена уже на август. Мы надеемся, что найдутся люди, которые нам помогут сделать Лизе такое же второе ушко. И Лиза наша будет красавица и уверенная в себе. Перечислить средства можно на благотворительный счет Беларусьбанка или пополнив баланс в сотовой сети МТС. Подробности сбора на страничке Лизы в Инстаграм. В это же время в Мозыре на чудо надеется мама другой маленькой Лизы. Лизе Теребовец 2,5 года. И каждый день она борется за жизнь. У малышки серьезный диагноз. Спинальная мышечная амиотрофия второго типа. Это заболевание, при котором постепенно разрушаются отвечающие за движение нейроны и атрофируются мышцы. Человек понемногу угасает. И у Лизы уже появились очевидные признаки заболевания. Обернуться не может, она уже падает. Нет устойчивости в ножках. Спасти девочку может всего один укол – препарата Золгенсма. Мама Лизы в отчаянии, ведь жизнь ее малышки зависит от самого дорогого лекарства в мире. Одна спасительная инъекция стоит около 2 миллионов долларов. Пока собрано меньше 13% от нужной суммы. Но мама верит, ее девочку помогут спасти. Все возможное хочется сделать, чтобы все для Лизы сделать, чтобы именно поддержать ее. Как-то не хочется видеть, как на глазах твой ребенок просто вянет. Реквизиты для помощи переводом на карту. Самый быстрый способ помочь Лизе Теребовец – пополнить баланс в сотовой сети МТС. Перечислив всего 2 рубля, вы сделаете такой важный шаг к спасению жизни маленькой Лизы. Выставочный проект «Чайка» в Могилевском музее Белыниского Бирули посвящен 150-летию со дня рождения известного художника – нашего земляка. Ну, это большое счастье поучаствовать и побывать не совсем на родине, но все-таки на большой родине. Художника, которым восхищаешься и на работах которого стараешься учиться быть художником тоже. Художницы из Москвы привезли в наш Могилев свои работы. Да, Витольд Белыниский-Бируля, как известно, уроженец Могилевской губернии. Но большую часть своей жизни художник прожил в России. И там есть знаковое для его творчества место – дача «Чайка» в Тверской области на берегу озера Удомля. Летища «Чайка» – это настолько чудовное место, и можно лечить, что это как у Парыжи вулей, так это у Домольских вулей. И здесь сбиралась великая колькость творческих особ. И безумовно, вот эта творческая асеродия, она наразжала и творческую атмосферу. «Чайка» и теперь остается местом притяжения творческих людей. На академической даче любят работать и общаться художники нашего времени. Так и наш проект, он объединился с участных мастаков из России и Беларуси. И так само мы рассказываем про те творческие знабытки, которые были сделаны мастаками из России, но на начале 2020 года. Его гостя, майстерня – это все адлюстровано на творах мастаков. Выставочный проект «Чайка» объединяющий. Во-первых, он объединил художников Беларуси и России. Во-вторых, несколько поколений художников. На выставке рядом с работами наших современников, иногда довольно авангардных, произведения тех, кто писал дачу Белыницкого беру ли раньше, в 20 веке. Третий объединяющий фактор – разные художественные жанры. Могилевские фотохудожники сделали снимки с «Чайками». И это тоже часть проекта, цель которого – расширить круг людей, которые знакомы с творчеством Витольда Белыницкого беру ли. Хотя он и белорус, но те места, как Удомельские места, Левитановские места, потому что он был учеником и Левитана в том числе. И почему он приехал на эту дачу? Потому что поехал в те места, где жил и работал Левитан. Художник Константин Иванов в 1966 году изобразил осеннюю террасу на даче «Чайка», где есть даже стул Исаака Левитана. На этих уютных старинных интерьерах, как будто отдыхает глаз современного человека. А вокруг дачи чудесная природа, которую так любил Витольд Кайтанович Белыницкий-Беруля. И вот мне хотелось бы, мы привезли эти работы для того, чтобы показать и белорусскому зрителю те места, которые они, может быть, не могут увидеть в российской Удомле, те места, которые посещал, где жил и работал Витольд Кайтанович. И вот поэтому мы приехали и привезли свои работы, интерьеры, которые писали на даче «Чайка». Что сегодня привлекают художников в творчестве Витольда Белыницкого-Берули? Художники говорят, что это правда, искренность и красота, которые актуальны в любые времена. Людям искусства очень хочется, чтобы Витольда Кайтановича знали на его родине и, проникаясь его чудесными работами, путешествовали по родным краям и любили их. Человек, який, коли стена родился на нашей земле, он захавал у своей творчей особе любовь и великую асалоду до життя, прага до життя, любовь до природы, якая мае место быть на его творах адлюстравана. И уважливый, конечно, глядач, я отшываю, это так само доброе разумение. Искусство нас объединяет, оно делает нас добрее, и мы открываемся друг к другу. Поэтому это все самое главное, что для меня, и я думаю, для нас, для многих зрителей, для тех, кто хотя бы как-то смотрит на произведение искусства вообще, является объединяющим. Новые люди и новые события уже в следующий вторник на Беларусь 4 Могилев. Выпуски программы есть и на нашем сайте tvrmogilov.by Место встречи изменить нельзя здесь, у звездочета, увидимся уже в следующий вторник. Субтитры создавал DimaTorzok